По предварительной оценке туроператоров, если запрет на полёт в Египет продлится более 2-3 месяцев, ущерб индустрии может составить около 200 миллионов долларов. Одной из наиболее существенных причин возникновения убытков для туроператоров может стать нежелание египетских партнёров засчитывать предоплаченные средства за размещение российских отдыхающих в счёт будущих туристов, которые поют в Египет после отмены запрета. Ситуация тяжёлая достаточно. Предложение или депозит на год, которым могут воспользоваться туристы, которые не вылетят в назначенный отпуск, или возврат денег, который по времени не ограничен, потому что туроператоры выставили достаточно жёсткие условия. Так как форс-мажор, естественно, туриндустрия в тяжёлых условиях, и клиентам нет возможности вернуть деньги одномоментно. Те направления, которые предлагаются клиентам, они, естественно, сейчас по сравнению с Египтом, или это более прохладное уже Средиземноморье, это Турция, или Кипр. Или клиентам нужно доплачивать Доминиканы, Мальдивы, осеннее направление. Это может быть дорого. Не всем подходящий вариант. Те же, кто компромиссом не готов, пишут заявление о возврате денег. По закону, ответ туроператор должен дать в течение 10 дней. Среди наиболее вероятных специалисты называют два варианта развития событий. Людям вернут деньги, либо зачислят средства на депозит. В обоих случаях потребитель ничего не теряет, чего не скажешь о туроператорах. В такой ситуации каждое неверное движение с клиентами серьёзно может подорвать репутацию даже крупной компании. По данным Российского союза туриндустрии, в Египет продано около 140 тысяч путёвок. Большая их часть – до Нового года. А вопрос возможной компенсации убытков туроператоров после запрета полёта в Египет находится только на стадии обсуждения.